Четвертый сезон телепроекта «Голос» стал особенным именно для челябинцев. Столько земляков среди участников, да еще и прошедших дальше слепых прослушиваний, не было ни в одном из сезонов. Озерский певец Михаил Озеров, челябинец Стас Обухов, а также экс-челябинка Ольга Сергеева. Этой весной в родной город она приехала с благотворительным концертом, приуроченным 9 мая. Лет 20 назад редкое городское событие обходилось без Ольги Сергеевой. Ее песни звучали в эфире местных радиостанций. Но затем в музыкальной карьере пришлось сделать паузу. Вот вы понимаете, как все пошло. Я в Москву, естественно, ехала за карьерой. То есть у меня была цель, я уже знала, что, конечно же, следующий этап – это гнесинка. И только гнесинка. И, слава богу, поехали с моей мамой, без протекции, без всего поступила. Но вот, понимаете, судьба, все-таки есть судьба. Встретила супругу своего, стала мамой первый раз, да, и второй, и третий. И дети как-то шли, можно сказать, так вот подряд. Ну, чисто физически вообще даже не хотелось ничем заниматься, кроме семьи, кроме детей. Возобновить карьеру певицы Ольга решила участием в проекте «Голос». Эта идея оказалась успешной. С первых уже сезонов, конечно, я вот прям думала, видела себя там. Ну, вот, попала только в четвертый «Голос». Ну, конечно, видите, изменился состав жюри, как-то так немножко все настороженно отнеслись к этому. Было так немножко непривычно и непонятно, что будет вообще, что ждать. Ну, остался неизменный Александр Борисович, который ко мне и повернулся, к которому, собственно, я, наверное, где-то и планировала попасть, да, потому что, ну, репертуар такой. Первым, что предложил певица-наставник Александр Градский, это немедленно сменить образ и репертуар, что оказалось стрессом не только для Ольги, но также и для ее окружения. Я с удовольствием взялась за эту песню, за вот «Кабары из кабары», да, Лази Минейна. И как мне казалось, что я с ней справилась, ну, так вот, как я и хотела. Но многие мои близкие друзья не поняли, что вообще это не мое. Кто-то мне говорил, зачем это все. У тебя совсем другой репертуар, ты должна петь другие песни. Но здесь это же, опять же, это же шоу, да, то есть вот есть такая задача, вот нужно ее выполнить. И мы ее выполняли. У Ольги Сергеевой особый стиль. Каждый ее выход на сцену неизменно запоминается удивительным нарядом. У меня много вообще концертных нарядов. Я люблю и шить люблю, и где-то там что-то подсмотреть. В Челябинске вот у меня одно платье было от Алены Ахмадулиной, и второе платье было от Илья Москва, от Терехов. Ну, то есть я так сотрудничаю, да, придумываю что-то вместе, к ним прислушиваюсь. Я прошу там, что мне в чем удобнее, как это должно выглядеть. После проекта Ольга Сергеева уже записала альбом, выступила на концерте продюсерского центра Григория Лепса, а еще она не перестает учиться, считая, что без этого настоящему артисту никак. Знаете, я думала, что ничего себе у меня такие вообще детская школа музыкальная, да, вот, в которой пели в хоре всегда солистка. Потом училище, у нас тоже были очень сильные педагоги, и я классикой занималась, да, вот. Потом Гнесинка, то есть, ну, думаю, уже вот, ну что может быть, да, лучше. То есть такую школу получила, такой багаж за плечами. Голос, он и голос, никуда он не денется. С каждым ребенком все это куда-то уходило. Ну, то есть я это не особо за этим смотрела. То есть, да, ну, дети, дети, дети. А связки, это те же мышцы, их нужно тренировать постоянно, чтобы они были в тонусе, чтобы они были в форме. То есть, ну, уже хочется, знаете, вот превратиться в артист. Не в певицу Ольгу Сергееву, как вот везде пишут, а вот в артисту. Это, конечно, уже, наверное, такой следующий этап. Ну, и, в принципе, так вот идем шаг за шагом, взрослеем, и что-то, да, меняется, и к чему-то приходишь. Но постоянно нужно расти, постоянно усовершенствоваться. Все это означает, что в ближайшее время мы увидим совсем другую Ольгу Сергееву с обновленным репертуаром и несколько иной подачей музыкального материала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok